Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас небольшая история Фарибы Амани, которая исчезла в романтическом круизе. Мать-одиночка наконец встретила мужчину своей мечты. Однако после нескольких месяцев отношений женщина перестала доверять своему любовнику и решила отправиться с избранником в круиз, где окончательно принять решение о перспективах романа. Домой она не вернулась. Что же случилось на круизном лайнере? 47-летняя жительница Ванкувера, Фариба Амани, уже несколько лет одна воспитывала двоих сыновей. По соседству жили ее родители и сестра. Родственники всегда были готовы посидеть с детьми, поэтому Фариба смогла построить неплохую карьеру. Женщина ни в чем не нуждалась материально, но вот любви в жизни очень не хватало. Она была по-настоящему счастлива, когда случайно познакомилась с Рамизом Гольшани в конце весны 2011 года. Мужчина был ровесником, полностью разделял с Фарибой увлечения путешествиями. Первые полгода отношений стали для влюбленной женщины настоящим раем. Однако перед Рождеством 2011 года до Фарибы стали доходить слухи о неверности избранника. Рамиз полностью отрицал походы налево, однако стал уделять любимой меньше внимания, пропадать по вечерам. Начались ссоры. В феврале 2012 года Фариба обратилась к частному сыщику с просьбой проследить за женихом. Но вскоре передумала и отменила заказ. Дело в том, что Рамиз позвал любимую в круиз на Багамы. Фариба решила поехать в отпуск, а уже после решить, как быть дальше. 28 февраля 2012 года Рамиз и Фариба поднялись на борт элитного круизного лайнера Bahamas Celebration во Фрипорте, чтобы отправиться в романтическое путешествие. Единственная на корабле камера видеонаблюдения зафиксировала этот факт. Все дальнейшие события, описал Рамиз. Впрочем, проверить их достоверность не представляется возможным. Мужчина рассказал, что до позднего вечера они вместе смотрели в каюте фильм. Затем Фарибе захотелось заглянуть в работающую круглосуточно сувенирную лавку, куда она и отправилась около часа ночи. Мужчина же решил посетить казино. Он играл в покер примерно до трех часов ночи, а затем пошел спать. Фарибы в каюте не было, но тогда Рамиз еще не волновался. На лайнере множество развлечений. Проснувшись в 9 утра и не обнаружив Фарибу, Рамиз стал искать ее самостоятельно, самостоятельно. Обойдя все палубы, магазины и рестораны, он решил попросить о помощи команду. В тот момент судно как раз подошло к порту Палм-Бич. Пассажиры сходили на берег, а члены команды тщательно обыскивали лайнер. Когда Фарибу так и не нашли, обратились за помощью к береговой спасательной команде. К сожалению, и спасатели ничем не смогли помочь. Основным подозреваемым в исчезновении Фарибы Амани стал Рамиз. Впрочем, в его прошлом и настоящем не нашлось ничего подозрительного, кроме наличия сразу нескольких любовных романов одновременно. Мужчину действительно видели в казино той ночью, но что он делал вечером неизвестно. Продавец сувенирной лавки не смог вспомнить, заходила ли к нему Фариба. Но она точно ничего не купила, банковская карта не использовалась, а налички у женщины не было. Обследование огромной акватории, по которой шел круизный лайнер в ночь с 28 на 29 февраля, результатов не дало. Больше никаких сведений не появилось. Рассматривалось несколько версий случившегося. Первая версия. Рамиз Гальшани избавился от надоевшей любовницы. Так считают родственники Фарибы. Однако, если мужчина и сделал это на многолюдном корабле, ему удалось тщательно замести следы. Никто ничего не видел и не слышал. Никаких обвинений мужчине не предъявляли. Сам он в многочисленных интервью плакал и рассказывал, что сильно скучает по любимой. Вторая версия. Фариба в сильном подпитии свалилась за борт. Эту версию категорически отвергли все близкие женщины. Дело в том, что она вообще не пила алкоголь. Третья версия. В исчезновении виноват кто-то из членов команды. Истории о женщинах, пропадающих в круизах по Карибам далеко не единичны. И часто именно действие команды выглядит подозрительно. Но и тут расследование не дало никаких результатов. Четвертая версия. Фариба решила начать новую жизнь и сбежала, когда лайнер подошел к Палм-Бич, предварительно сменив имидж. Сыщики отсмотрели материал с единственной камеры видеонаблюдения и не обнаружили никого из сходивших в то утро с корабля, хотя бы отдаленно похожего на исчезнувшую женщину. Родные до сих пор ведут на фейсбук страничку, где рассказывают о пропавшей женщине. Они надеются, что кто-то знает больше, чем говорит, но однажды решится поведать правду. Пока этого не случилось. Друзья, хочу напомнить, что появился мой альтернативный канал на сайте Бусти. Ссылка в описании. Поддержите ролик лайком, а канал подпиской. И будьте осторожны.